Гордума. Коротко о важном. Мы сами видим, что стало лучше. Если так далеко не ходить. Давайте, последние годы. Даже разметка появилась, как мы видим на улицах. Она, правда, не очень устойчивая. Но все равно мы видим, что есть большие изменения. Единственное, что когда наши администрации отчитываются о том, что планируется достичь доли протяженности дорог, отвечающих нормативам 85%, это хороший показатель, но, к сожалению, мы понимаем, что дороги, которые делались раньше по программе БКД, не выдерживают гарантийные сроки. Хотя за этим ведется контроль, достаточно высокий, но вот претензационная работа по многим участкам не проведена. И у нас есть дороги важных направлений с большим трафиком, которые выпадают из гарантийного срока и находятся в ненормативном состоянии. Вот таким примером может служить улица проезжая, ну, Дамбах. Гарантийность страдает. И это, соответственно, влияет очень сильно на безопасность дорог. Показатель хороший, 85%, мы стремимся к нему, но, к сожалению, ряд дорог выпадает из этого норматива. Там появляется у нас колейность, щелчение, ну, вообще много дефектов. Единственное, что сейчас, я не знаю, по чему уж влиянием, то ли рабочие группы, то ли депутатов, наконец-то у нас будут проводить проверку сделанных уже в настоящее время дорог две независимые лаборатории. Раньше же у нас как бы АГДМС. Ну, много говорили, да-да-да, что друг друга проверяют. Сейчас появились еще две, как нам докладывает администрация, независимые лаборатории, и приемка дорог будет проходить после проведения анализа. Вы сказали, что есть участки дорог, которые ремонтируются по гарантии, есть те, которые выходят за пределы гарантийного срока. А как вообще эти участки находятся? Дирекция по благоустройству. Там, в действительности, есть серьезный контроль. Он начинается после схода снега, с апреля месяца, в мае. Уже составлен список, вот у меня он есть, этот список, он немаленький, надо сказать. Успеют ли все сделать, большой вопрос. Хотя сроки по гарантийным обязательствам, по тем участкам, которые имеются в списке, он достаточно большой, а это 30 июля. То есть осталось не так много времени. У нас в прошлом году даже самая злополучная улица проезжая была в списке, и ее сделали картами в небольшом количестве. Картами это значит участками небольшими. Участками, да. Небольшими участками. Мы сейчас видим, какая сильная колейность на этих, выщелачивание. Ну, много чего другого имеется. Также улица Таллицкая, вот у меня в водном округе. Вы про свой сейчас округ говорите. Да, больше. Конечно, но я все дороги... Заречная часть города. Да, они, между прочим, надо сказать, что в заречной части города хороших дорог намного больше, даже чем в центральной части. Вот если взять прошлый год, то из 15 участков дорог, которые ремонтировались в Первомайском районе, 13 были в 14-м округе. В этом году, к сожалению, всего 4. Но мы понимаем, что есть необходимость к юбилею города готовить центральную часть, и удар брошен туда. На самом деле, многие улицы требовали того, чтобы их привести в должный порядок. И надо радо сказать, что уже в центральной части используются так называемые плавающие люки, о которых мы много говорили. Но, к сожалению, опять не все организации... Которые не проваливаются, да? Которые не должны проваливаться. Они уже стоят здесь, которые по 2 года, по 3 года. Вот ГДБ с преремонтой дорог, сейчас вот мы видим, как эффективно используют эти плавающие люки. И плюс страдает этим делом, к сожалению, их практически не ставят. Ну, вы как владелец автомобиля, как водитель тоже ездите по городу. Не, ну стало ездить намного лучше даже предыдущие. 10 лет, если взять. Но в последних 2-3 года ухудшилось качество работ у отдельных исполнителей. Про подрядчиков мы говорим, да? Да, про подрядчиков, конечно. А что можно сделать, чтобы оно вернулось к предыдущим показателям? Линейный контроль. Во время исполнения работ надо, чтобы кто-то проверял, как это все делать. Бригадир, чтобы стоял рядом. Ну, бригадир, депутаты, администрация. Ты депутатов не напасешься на все участки. Да их не так много делают. Вот мы в этом году будем делать всего лишь 64 участка. При 36 депутатах вполне можно проверить. Каждому по 2 участка. Ну, надо, конечно, понимать еще, что проверяешь. Надо сказать, чтобы в этом году депутаты и рабочая группа не выходила на контроль приемки дорог. Но во время выполнения работ мы видели, где происходит нарушение технологических процессов. Передали наши пожелания в администрацию. И видим, что они были учтены. Это вот при ремонте улицы Мопро, при ремонте улицы Карла Маркса. То есть администрация, ну, будем сказать, что реагирует на замечания депутатов и рабочей группы. Довольно оперативно, да? Раз устраняются. Устраняются, да. Юрий Леонидович, а какого порядка нарушения? То есть что это было? Там нарушались отдельные технологические процессы. Дороги меньше прослужили. Но гарантийный срок бы этих дорог был намного меньше. И тротуаров. Мопро больше по тротуарам шло нарушение, чем по дорожной части. Сейчас асфальт, ну, на внешний вид, довольно приличного качества кладется. Все работы делает ГДМС. Мы видим, что настолько, что и лента кладется, и битум приличного качества. Если мы говорим все-таки про, ну, скажем так, проблемные какие-то точки, районы в городе, то есть можете ли вы отметить территориально, что называется? Ну, я не знаю. То есть там в центральной части города все хорошо, но в Великой все не очень или там еще где-то? Нет, ну, там есть улицы, где большой трафик. Понятно, что у нас есть проблемы. На Октябрьском проспекте мы видим большую колейность. На улице Московской, которая уже, ну, практически может привести к аварийной ситуации. Там глубина, ну, достаточно большая. На Карла Маркса уже стало получше, как мы видим. Ну, сделали Карла Маркса как раз перед юбилеем, да? Ну, потому что такие участки, они достаточно проблемные. Их много и на Солнечной есть. Ну, есть участки еще, где надо просто вот в ускоренном темпе прямо заниматься, чтобы не было никаких серьезных аварий. В рамках или гарантийного ремонта будет, или уже будет в рамках обслуживания дороги у тротуаров. С тротуарами, кстати, интересная история. То есть сначала их делали в брусчатке, потом, видимо, брусчатка не очень хорошо себя в нашем климате показала. Нет, это все неправда. Теперь обратно делают в асфальте. Делали плохо. У нас она проходила как ремонт, а не как вновь. Поэтому был другой технологический процесс, из которого выпадало 4 операции, которые не позволяли той брусчатке, которая вновь укладывалась, быть на должном уровне, как должно быть. Хотелось закрыть все больше площади, нам же надо отчитаться, как положено. Поэтому это проходило под видом ремонта. А на самом деле мы делали новую брусчатку. Поэтому беда. Проблема с брусчаткой, которая выплыла, это единственная проблема с тротуарами или есть еще более серьезные какие-то вещи? Ну нет, у нас вообще просто нарушено. Брусчатки, где их нет. Где их нет, ну видно, что занимаются этим вопросом. Появляются новые? Конечно, появляются, да. С этим занимаются серьезно, поэтому... Вот, кстати, у вас же в округе, мне кажется, тоже такая была проблемная достаточно история, да, с тротуарами, потому что в центральной части города они есть, мы знаем, да? У нас, видите, там еще проблема есть, что где бы хотелось тротуары сделать, в связи с тем, что там находятся сети и другие вещи, их просто физически нельзя сделать. Невозможно. Да, или не хватает места сделать тротуар, так при сложившейся застройке получилось. Хотя стараемся максимально, в прошлом году хорошо по тротуару поработали в округе, в этом году тоже будут работы и будем заниматься контролем этих работ. Ну, надо сказать, что еще в округе у меня два мостовых сооружения находятся на капитальном ремонте. Ремонт идет достаточно интенсивно и, как мы видим, достаточно качественно проходит. Достаточно качественно. То есть тоже ремонтируется? К 30 сентября, я думаю, там все будет закончено. Да, там сейчас реверсивное движение налажено, но вроде бы ничего. Юрий Львович, если мы говорим о средствах, которые вкладываются в ремонт, это средства, которые приходят по программе БКД, и есть еще финансирование, которое выделяет город. Город выделяет средства на ямочный ремонт. На БКД выделяют. На БКД выделяют. На БКД выделяют. Финансирование идет. Там есть простой бюджет и местный бюджет. И на грунтовые дороги, на ремонт грунтовых дорог. Это, насколько я понимаю, вообще муниципальная программа. Да, есть муниципальная программа, которая была сделана под влиянием, не будем сказать, депутатов. Мы сделали такую программу по грунтовым дорогам, еще посвященности, как вы знаете, программу ГОЛРО. Я был инициатором, мне помогли мои коллеги. Сейчас они делаются в чемпионочном исполнении. Также дополнительно депутаты за это проголосовали. И делается большая программа по дорогам грунтовым, идущим к СНТ. В этом году тоже у нас приглашаем список. СНТ это сады. Да, к садам. И мы надеемся, что это будет так, как в прошлом году, уже когда урожай вывезли намного раньше. Потому что они уже отторгованы. Есть исполнитель. Так что можно вполне, вот, или иной список, вот, грунтовых дорог, она из 15 участков состоит. И отдельно еще к СНТ есть ряд немалый. Порядка 10 СНТ. С этими дорогами какая стоит? То есть там производство работ и дальнейшее их состояние как-то контролируется? Ну да, они имеют гарантию, эти дороги. Точно так же, да? Небольшую, да, но она годовая гарантия. Но она есть. И вот мы обзванивали председателей СНТ в этом году, чтобы узнать, как они прожили зиму. То есть, ну, не было нареканий. Практически не было нареканий, были довольны. Сколько денег тратят на дороги в Кирове? По БКД миллиард. Побольше там программа грунтовых дорог в районе 40 миллионов. Достаточно? Или надо больше? Да нет, конечно, надо больше. Конечно, надо больше. Вообще есть опасения многих экспертов. Вы у нас тоже, по-моему, высказывали это в студии, да, что пока мы делаем по БКД вот весь наш этот многолетний план, те участки, которые делались когда-то, они уже приходят в негодность. Ну, вот я про это вам и сказал в начале программы. Вообще у дорог гарантийный срок 4 года. И после этого надо первичный слой менять. Это не самое дорогое. Снимается, мы потом асфальт и гранулят можем использовать для вот тех же грунтовых дорог, для других участков. Безотходное производство. Ну, да. Ну, так там на обочине идет делать и все остальное. Так 4 года должна дорожка стоять. И через 4 года содержание этой дороги... Только приличный слой надо менять. И ремонт, это уже на плечи бюджета ложится, муниципальный. Ну, оно может снова БКД попасть. Программа же не закрыта пока. Пока не закрыта, слава богу. Программа БКД дала большой толчок. Мы все же ездим. В отличие от даже многих областных центров, по приличным дорогам у нас с разметкой беда. И как-то не можем мы наладить все это дело. А вот с этим у нас более-менее неплохо. Со светофорами, как вы видите, наладилось. Но, правда, интеллектуальная система как и не работала за эти сотни миллионов, так и не работает, к сожалению. Но, по крайней мере, светофоры в большей своей части уже во время дождя не выключаются. Помним даже. Да, есть возможность автоматической регулировки этих светофоров. Палаты поменяли, новые светофоры ставятся. У меня сейчас вот проблема сейчас как в моем округе. Это площадь Бакарии. Обещали рано сделать, но теперь сроки называют сентябрь. Там достаточно уже трафик большой, особенно в вечернее время. Ну, очень сложно с тем поворотом выехать. Задержки идут, и аварийность выросла. Но я думаю, что решим этот вопрос в этом году. Есть еще одна проблема, которую обещали победить еще некоторое время назад, несколько лет назад. Это взаимодействие дорожников и коммунальщиков. Ну, это непобеждаемая проблема. При том, что город небольшой, вот, и почему-то никак не получается учебный закон найти. Понятно, что сложно предугадать, где в один раз прорвет трубу. Прорвет это, да. Хотя уже после такой суперконцессии и повышения тарифов, который повлиял на качество работ, уже не должно так рвать часто. Но это происходит, к сожалению. То есть не получается до сих пор... Улицу Орловскую закатали, ее опять героически скрывают и работают. Но после того, как прошли работы, ведь нужно будет восстанавливать покрытие. И я, насколько понимаю, если это... Ну, сейчас получше стали восстанавливать. Уже таких просадок, какие были, надо сказать, нет. Хотя они возникают. Ну, как-то научились подрядчики это плюс получше делать. Не совсем хорошо, но лучше. В общем, непобедимая какая-то история, да? Ну, тяжелая, да, к сожалению, в наших реалиях. Давайте про профилактику еще поговорим, про сохранение дорожного покрытия. Буквально новость там последних дней. Это история с тем, что в Кирове собираются интенсивно бороться с припаркованными большегрузами. Мы понимаем, что проблема эта тоже неизживаемая. Да, на самом деле это большая говорильня. Никто реально эту проблему не решает. Почему? Ну, почему? Значит, сейчас этим занимается Минтранспорт большегруза, если мы говорим. Знаки, где не хотелось бы, чтобы стояли большегрузы, уже как бы город, ну, справляется с этой задачей. Там размещаются знаки, которые запрещают парковку. Да. И теперь вот эти большегрузы, припаркованные с нарушением правил, уже можно эвакуировать или штрафовать. Да, ну, как обычно, нечем эвакуировать. Парковные, которые обижают, говорят, что закрыты знаки, некому очищать знаки, они их не снимают. Ну, я бы, наверное, поручил терроруправлением, если они столбы очищают, то можно так и это очистить. А сотрудники ГИБДД говорят, так нельзя жить к машине приближаться, вы же ее потрогаете руками. Ну, страшное дело. Стоять и нарушать на пешеходных переходах, это нормально. Ну, потом спросили представителей ГИБДД, а почему мы не ставим блокираторы на колеса? Это, наверное, дешевле, чем приобретать транспортные средства, которые позволят эвакуировать машины. Молчание. Ну, это, в принципе, не они должны делать, но Минтранс там, ну, какой-то контракт, место поиска единственного исполнителя у нас работ, который выбирает, будет он машину эвакуировать, не будет машину эвакуировать. Тут вообще много веселых вещей. Вот сейчас у нас ездят парковные, которые служат пять. Мы так посчитали, что они штрафов собирают, ну, сумма штрафов меньше, чем платится за их обслуживание. Ну, примерно в два раза. То есть надо ездить больше? Нет, надо эффективнее ездить. Они восемь часов ездят, видать, не меняют маршруты. Нам цифры, которые приводили, мы понимаем, сколько обходится обслуживание этого паркона и штрафы, которые они собирают, но нам смешные цифры. То есть это нерентабельно получается? Да, хотя в других городах это суперрентабельный бизнес. А что делать тогда нужно? Контроль. Больше штрафов выписывать? Ну, они реально не выписывают их просто. Не знаю, по какой причине их. Ну, если парком ездит восемь часов, собирает двенадцать штрафов. Ну, даже смеяться нельзя. По одной улице Ленина за сутки можно собрать больше трисот тысяч российских рублей. Это в один день. Это вообще со всех нарушителей правил парковки. Конечно. Ну, вот сейчас в Госдуме расплатывается законоправие, что муниципалитетам разрешат принимать решение о собственной службе контроля за парковкой без ГИБДД. Как в городах федерального починения сделано. Там эффективно они работают. У них находится все для этого. В общем, будем... И деньги в бюджет муниципалитета поступают. Если нам разрешат, то, вероятно, будет эффективно работать. Ну, да, но это же проблема не только, на самом деле, аннукировая. Многих городов, да. Совершенно верно. Спасибо большое нашему гостю, депутат Кировской городской думы и член рабочей группы по контролю за ремонтом и содержанием дорог Юрий Шлеминзон. Был у нас в эфире, Юрий Львович. До свидания. До свидания. Гордума. Коротко о важном. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова